Привет, я Дрякин, а это Порядок слов, рубрика о словах и их значениях. В одном из прошлых наших выпусков мы уже рассказывали про непризнанные государства. Однако есть еще и такое интересное понятие, как виртуальные государства. О них мы сегодня и поговорим. Виртуальным называется государство, которое хоть и считает себя таковым, но по сути не обладает всеми признаками государственности. Один из самых распространенных примеров государства Силэнд. Оно было основано еще в 60-х годах прошлого века на заброшенной нефтяной платформе у берегов Великобритании. Вообще-то основатель Силэнда, отставной майор Пэдди Рой Бейтс, до этого хотел построить на платформе парк развлечений, потом пиратскую радиостанцию, ну а потом просто превозгласил себя князем Роем Первым. Говорят, что формальное население Силэнда насчитывает аж несколько десятков человек, однако фактически на платформе подолгу никто не живет. Разные виртуальные государства задумывались как шутка или провокация для проведения афер или чтобы заявить о своей гражданской позиции. Часто располагаются они в оригинальных местах, под водой или на камне, претендуют на другие планеты и межзвездные пространства, а иные вообще обходятся без реальной территории, базируясь в интернете. Если вокруг настоящих непризнанных государств часто разворачиваются кровавые конфликты, то на виртуальное государство большого внимания, как правило, никто не обращает. Все равно угрожать целостности страны или дестабилизировать обстановку в мире они не в состоянии. Например, в Копенгагене уже более 40 лет действуют коммунные хиппи-христиане. Датские власти критиковали коммуну за торговлю наркотиками, пытались бороться с ней, однако хиппи оказались очень упорными. В конечном итоге власти махнули на это рукой, а пять лет назад даже предоставили коммуне полуавтономный статус. А иногда виртуальное государство даже объявляет войны, тоже без каких-либо для себя последствий. Например, королевство геев и лесбиянок, расположенные на островах Кораллового моря в границах Австралии, еще в 2004 году объявило войну этой самой Австралии. Поводом послужил принятый в стране запрет на однополые браки. История насчитывает как минимум около 70 наименований когда-либо превозглашенных виртуальных государств. У многих из них есть свои гербы, флаги, валюты и даже собственный язык. Некоторые выпускают монеты и почтовые марки, зарабатывают на продаже паспортов, титулов, ну и конечно же просто сувенеров. Среди глав виртуальных государств есть и жители России. Так москвич Дмитрий Жихарев превозгласил себя королем Средиземья. Под этим названием понимается территория между Египтом и Суданом, от которой по некоторым политическим причинам отказываются обе эти страны. Однако на эту же территорию претендует и другой человек. Американец Иеремия Хиттон называет ее королевством Северный Судан. А принцессой королевства он уже назначил свою маленькую дочь Эмилию. Ведь она, как и многие другие девочки, так мечтал стать настоящей принцессой. С вами был Роман Андрякин. Следите за выражениями.